Всем привет! Сегодня обзор по складному рюкзаку, а точнее даже рюкзаку-подсумку от компании Maxpedition. Это складной рюкзак из серии Rolly Polly. В серии Rolly Polly у Maxpedition есть подсумки под сброс. Их также используют и для различных других утилитарных задач. И также у них есть складные рюкзаки. Этот рюкзак из складных самый простой. Он называется Maxpedition Rolly Polly Backpack. Размеры рюкзака достаточно компактные. Высота и ширина 11,5х11,5 и толщина рюкзака 5 см. В сложенном виде он выглядит вот так вот. Обратите внимание, он сохраняет возможность крепления на другой рюкзак, либо на разгрузочный жилет, так как здесь есть система MOLLE. Здесь три стропы. Также здесь его можно крепить при помощи данного карабинчика. Фурнитура здесь фирменная. Фурнитура производства UTX. Сам подсумок рюкзака выполнен из нейлона плотностью 1000D. Основная жесткая часть, а мягкая часть, поскольку рюкзак должен максимально хорошо складываться, выполнена из более тонкого легкого нейлона 420D. В сложенном виде рюкзачок по сравнению с сумкой Fatboy выглядит вот так. При этом вы, конечно, можете его прикрепить сюда. Это будет не так уж сильно мешать, но зато у вас при себе всегда будет рюкзак. Рюкзак весит роли-поли-бэкпэк всего лишь 225 грамм, так что это совсем будет не тяжелая ноша. По сравнению с рюкзаком Vulture 2 в сложенном виде роли-поли-бэкпэк выглядит вот так. Конечно, его тоже можно закрепить где угодно. Здесь везде моли-крепления. При этом вот всегда будет дополнительный рюкзачок на разные нужды. Раскрывается и трансформируется рюкзачок очень просто. Достаточно просто затянуть, и он практически сам распрямляется и превращается в такой рюкзачок. Ну, рюкзачок, конечно, это громко сказано. На самом деле это больше похоже на вещь-мешок. При этом, обратите внимание, его можно стягивать для того, чтобы надежно фиксировать горловину. И при этом можно сверху закрыть крышечкой. Все это закрывается на VELCRO. Выглядит вот так вот. Разумеется, внешне это выглядит бесформенно. Лямочки очень тоненькие. Тоненькие, реально очень тоненькие лямочки. Лямочки, конечно, регулируются. Это не самый удобный рюкзак в мире, конечно же. Но, тем не менее, в случае чего и такой рюкзак может очень-очень пригодиться. Поскольку он занимает очень мало места, его можно брать с собой как запасной, и как дополнительную сумку, которую можно нести просто так. Его даже в разложенном виде, при помощи этого карабина или молли-креплений, можно уже в разложенном виде крепить куда-то на свое снаряжение. В виде большого подсумка, например, для сбора чего-то. Внутри у рюкзачка есть небольшой кармашек, размеры 18 на 13 сантиметров. А в него идеально влазит Maxpedition Mini Organizer, если это вдруг вам понадобится. Но, конечно же, если внутрь положить органайзер, то его так же красиво и аккуратно уже не сложить. Поэтому этот карман лучше использовать для каких-то других целей. Также здесь есть отверстие под слив воды, отверстие одно, но, думаю, его будет достаточно. Будучи максимально наполненным, рюкзак выглядит вот так. Я наполнил его максимально-максимально полно. Размер, конечно, не супер большой, но вполне достаточный, учитывая, что в сложенном виде рюкзак очень компактен. По сравнению с сумкой Maxpedition Fatboy он выглядит вот так. По сравнению с Maxpedition Vulture он выглядит вот так. В целом рюкзачок достаточно простой. Сейчас попробую его одеть. На фигуре он выглядит вот так. Удобств никаких, конечно же, нет. Но, тем не менее, нести что-то можно. Плечевые лямки не очень большие, они узкие и при носке впиваются в тело. Но, тем не менее, из-за того, что они небольшие, их можно так же просто использовать как ручки. Просто ручки от сумки. При этом, допустим, на спине у меня может быть основной рюкзак, а в руке могу держать эту вот раскладную сумку. Эту сумку-рюкзак. Просто как обычную сумку. Вполне достаточно удобно. В целом, роли-поли-бэкпэк мне понравился. Он, конечно, достаточно простой и, как следствие, не всегда удобный. У него есть недостатки. Но, тем не менее, его цена всего лишь 34 доллара на сайте Maxpedition. А это цена среднего подсумочка. За эти деньги мы получаем достаточно функциональную вещь, которая иногда может быть весьма и весьма полезна. Дополнительный объем, он, в принципе, никогда не помешает. Надеюсь, обзор был вам полезен. Спасибо за внимание. Всем пока.